Ее имя трактуется как решительное и энергичное. Лора Лопухина, по признанию многих бендерчан, одна из самых волевых женщин Приднестровья. Сегодня вспоминает, кто воспитал в ней силу духа. Я очень благодарна своим дедам, всю жизнь благодарна за то, как они меня воспитали. Я вот долго не понимала, как дед говорил постоянно, врать нельзя никому, а себе особенно. Запутаешься. Чего-то себе врать нельзя. И потом только я стала понимать, какой философский смысл заложен в этой фразе. Будущая активистка и отважный защитник республики родилась в маленьком украинском селе, где в послевоенное время дети были знакомы с принципами взрослой жизни. Знали, о чем и с кем разговаривать, уважали старших, за хлебом через день ходили в близлежащий город, преодолевая огромные расстояния и страх быть растерзанными волчьей стаей. Страшновато, но вырабатывалась не то, что смелость, а необходимость. Надо. Вот это надо, вот оно всегда со мной. Надо. Не потому, что я хочу или не хочу. Или это для кого-то там, кому-то надо услужить. Надо, значит, надо. Принципы жизни, заложенные с детства, всегда помогали найти ответ, направляли в любой ситуации. Даже когда волей судьбы 15-летняя Лора приехала с родственниками на земли Днестра. Когда приходилось работать в три смены на мебельной фабрике, и особенно когда национализм поднял голову. Вот этот угар какой-то националистический, он сбивал все. Тогда еще национальное собрание поставило задачей прорваться в дыры, в город, и водрузить флаг над исполкомом Триколор. Если бы вы могли себе представить, вот эта площадь вся, вся буквально была заполнена жителями. Почему? Потому что реально чувствовали беду. Еще одно яркое воспоминание поездка в Камрад. Охваченный дымом сражений за независимость. Время, когда приднестровские активисты приехали к идейным друзьям на помощь. Это были кровавые 90-е. Эти глаза, везде же жгли скаты, глаза воспаленные от бессонницы. В глазах и радость, и боль, и страх, и счастье. И от старика до маленького ребенка, вот эти слезы, что уже пришла подмога. Ой, конечно это было. За выдержку, стойкость духа, мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Приднестровской Молдавской Республики. И в связи с 15-летней годовщиной бендерской трагедии. Шевчука. О грандиозных заслугах перед Отечеством говорят многочисленные награды. А еще у дамы с характером есть уникальная морская коллекция. Вот даже такие рыбки у нас есть. Это Лена. На море была, это с Черного моря, наловила мне. Железная леди Приднестровья высшей ценностью для себя всегда считала семью. Именно защита своего дома и родных сподвигла ее когда-то стать женщиной непоколебимой воли. Три дочери, восемь внуков и четыре правнука. Большая дружная семья собирается вместе дважды в год. И для каждого члена семьи Лора Лопухина – главный пример и ориентир в жизни. Она больше нас интересует как бабушка. Она очень заботливая, она очень постоянно сидит с внуками, помогает. Что-то случается в трудную минуту навсегда. Где бы она ни была, она придет к нам на помощь. Мы знаем, что она поможет. Уже очень долгое время с ней жила. И она у меня в пять утра, в полпятого, в пять утра, она со мной на Днестр. Мы с ней купались, зарядка. Это вот у нее было с восьми, и она уже занимается своей деятельностью. Решением Президиума Союза Защитников Приднестровья города Бендеры Лора Александровна Лопухина награждается Орденом Защитник Отечества. Сегодня Лора Александровна отмечают юбилей 75 лет. Поздравляют бендерскую активистку, коллеги по политической платформе, представители местной администрации, общественных организаций, народные депутаты и просто хорошие друзья. Лопухина с радостью принимает награды, подарки и цветы. Но уже завтра вновь окунется в работу. Лора Бендерчанка, сумевшая доказать. Женщина не такой уж слабый пол. Особенно, если твое имя трактуется как решительное и энергичное. Анна Денисова, Иван Зелинский, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.